Четыре месяца человек молчал. Я не придумал, что я еще хочу глобально изменить в стране своими словами здесь, поэтому я орен. Правда? Сейчас МММ вернется. Вы что, обалдели? Всем привет, с вами исторический квиз стендап. В этом шоу комики и блогеры перевоплощаются в исторических персонажей и отвечают на вопросы о них. По уровню интеллектуальности наше шоу стоит вровень с шоу «Своя игра». Единственное отличие, наши участники трезвые. Спасибо. Давайте под ваши аплодисменты каждого представим. Человек, который участвовал в передаче «Своя игра». Правда, это была «Своя игра» по КВН, но все равно это считается. Андрей Жмыхов. Дебют! Гробненький. Человек, который не участвовал ни в какой своей игре, затопил песню «Моя игра» в караоке и не раз «Влад Копытов Шамрай». Делаем грязь. И человек, который в передаче «Своя игра» озвучивает кота в мешке, Борис Зелегер. Здорово. Ну, сейчас Оля нам еще расскажет, за что мы боремся. Давай. Нам стали по три билета выдавать, чтобы победитель брал нас с Димой с собой. Пока еще никто нас никуда ни разу не взял. А мы выбираем такие музеи, куда сами-то, честно говоря, ходить не очень хотим. Но они классные. Вот, например, у нас сейчас в руках сертификаты посещения музея кочевой культуры сегодня разыгрываются. Только сходить в него нужно на этой неделе, а то он переезжает. Она была готова. Правила очень простые. Я тоже очень рада. Дима, ты заметил, кстати, что у Оли как будто патчи съехали. Блин, реально. Хорош. Действительно. А я даже никак не хочу это отбивать. Да, это патчи съехали. Все, молодец, никак не отбивай. Слабая женщина. Правила нашей игры. Максимально простые. Нашего баттла. Да, максимально простые. За правильные ответы на все нами поставленные перед вами вопросы. Раундов будет штук 15. Вы получаете два балла от Оли. Она вас отвечает за ум и красоту. А за интересные, смешные, каламбурные, возможно быть, юморные ответы вы получаете по одному от Димы. Правила понятные, ясные. Как будто бы они достаточно простые, поэтому я их объясняю сейчас полчаса уже. Боря, какой исторической личности ты сегодня хочешь быть? Кстати, я хотел сказать, мне очень нравится, что мои слова в этом шоу, они как будто материализуются. А просто в прошлый раз я пошутил про то, что Тина Канделаки закрыла импровизацию, и вот они вернулись. Вот, но я не придумал, что я еще хочу глобально изменить в стране своими словами здесь, поэтому я... Правда? Сейчас МММ вернется. Есть ли что-то в голове у Андрея? Да, есть, конечно, Лил Пип. Ладно, но он же не живой уже. Лил Пип? Да, по-маленькому. Биг Пип чуть повыше. А это который недавно умер? Он недавно умер? Ну, в году 17-м где-то. А, так, ладно. И Конан Дойл. Но тот, потому что похож на Дяхана Пьянова, реально, Конан Дойл. Вот посмотрите, фотография этот пояса, такой усатый такой мужик. А тебе было бы комфортно, короче? Да, да, да. Ну ладно. Соответственно, первый раунд, самый простой, подготовительный. Пока вы еще не знаете, в каких персонажах вы будете сегодня облачаться. Раунд называется «Угадай, кто я». Для начала участникам предстоит угадать, кем они будут. Правило элементарное. Оле сейчас каждому из вас расскажет два каких-то фактика интересных. И вы должны по этим фактам догадаться, кем вы сегодня будете. Если вы при всем при этом, это не страшно, не угадали, не получили эти два балла, мы вам покажем фотографию или портрет, в зависимости от того, как давно от нас ушел этот человек. И какую-то подсказку в лоб еще дадим. Если и тут не угадаете, то получаете минус два, правда, балла. Влад. Да. Ты плохо слышал. Вон, видел плохо, слышу плохо, блядь. Я знаю, но это человек, который плохо слышал. Не он. Это композитор какой-то. Нет, нет, вообще нет. Не он. Не, плохо Бетховен. Бетховен. Ой, блядь, вырежите, пожалуйста, не тверьте меня. Бетховен? Да, правильно, Бетховен. Да, да, Бетховен. Да, действительно. Скажи, что собака, Влад. Выпуск сегодня тематический, праздничный вообще-то. Ладно, еще одна подсказка тебе. Да, пожалуйста. Ты автор научно-фантастической повести «На Луне». Может, я Юрий Гагарин? Я объясню. Он может плохо слышал, ему говорят, мы тебя в космос правим. Он говорит, чего? И так и согласился полететь. Поехали. Нет, смотрите, давайте мы сейчас... Все забыли про космонавта. Я скажу словочитание, что ты отец русской космонавтики. Вот. Ага, все, ну что-то понятно. Если отвечаешь правильно, один был, неправильно, минус два. А у него имя такое, постоянное? Нет. Он сегодня в неделю запросил. Ну типа Константин. Нет, переменная. Я знаю, Влад, я тебя знаю уже давно. Может, я вообще не то подсказываю. И совсем не первый год. Ты похож на человека, когда, если говоришь фамилию этого человека, то такой... Тебе будет смешно тебе от первых пяти букв. Нет, тогда я не то. Нет, зачем ты путаешь? Нет. Почему нет? Нет, вообще-то слово не слышится. Дим, может, вопрос? Влад разъебет. Дим, смотри, вопрос. Как ты думаешь, до этого выпуска, если бы Оли не сказать, что это человек, она знала этого человека? Только попробуй, сука. Нет, там другой. Нет, это не его. Этого я знаю. Я гуглила другого, но даже погуглив, я поняла, кто это. Но просто имя мне не на слуху. Ну все. Боря, назови ты, по-моему, Боря. Целковский? Абсолютно верно. Отец русской космонавтики. Целковский. Да. Целковский. Целковский. Говорю смешно. Мальчиков 35 лет для слова целка веселит. Ну, еб твою мать. А ты чем дальше от 16-летия, тем оно тебе будет больше веселить, я тебе говорю. Что ты уже будешь думать, что это миф. Мне не сейчас надо, ладно. Да не хотим мы знать этих подробностей, Оль. Давай я... Послушайте эту историю. Нет, пожалуйста, давай я даю тебе вопрос. Андрей. Да-да. Твой персонаж? Однажды. Однажды так вышло, что сжег корову. Джигант. Он тоже это делал, 100% я уверена в этом. Изобретатель тушенки кто? В то время это тоже, кстати, не... Заменитое. Тушенов Виктор Степанович. Нет, это потушил корову, он тушенку изобрел. Слушайте, здесь он это сделал внутри своей профессии. Поощралось ли это? Ну нет. Виктор Владимирович Керби. Что? Ох. Да? Ты знаешь? Ну скажи. Да, да. Дай тебе подсказку. Ты факт, да, такой знаешь? Да. Вот смотри. Ни один твой фильм не купился в прокате, тоже, кстати, прикольный факт. То есть не Сарик Андреасян. Я принял, да, я только хотел сказать, ну, думаю, точно не он же... Хотя он уже как режиссер мертв, конечно. Смотри, подсказка. Ну, просто мы сейчас покажем портрет, вообще ничего тебе не даст. Почему? Ну, я уверен. В смысле, это уже пьяный Дяханова. Крестный момент. Чей-то отец просто. Ты снял «Сталкер», «Солярис», «Андрей Рублев», «Тарковский». Да, совершенно верно, «Тарковский». Вы подбирали прессораживку, что мы сегодня отмечаем какой-то день рэпа, чтобы можно было легко. «Циалковский», «Тарковский». А, нет, тут дальше рифма ломается. Отлично, я не научусь. Как и голос, уже много лет. Блин, замечательно, Влад. Борь, тебе подсказки. Ты писал статьи для журнала «Плейбой». Кто их читает, да? Сколько, да, насколько идиотская профессия в «Плейбой» писать статьи. Ну, я точно не «Циалковский», я уже вот один сказал. Это правда. Ты певец. И тезка самого невменяемого президента США. Кто ты? Певец. Он подсказка такая. Джо, Джо. С приколом. Джо. Джо. Певец. И у тебя в штанах есть? Джо Кокер. Нет, ну вряд ли, я вообще не попозже. Смешно было бы тебя и Кокер, чтобы ты был. Он чейн, мой харт. Да, да, да. Джо, каких ты еще знаешь? Певец, Джо. Джо. Это твоя тема. Это вот лимонадный. Казновог. Джо Досен. Абсолютно верно, Джо Досен. Да, вот эти ближайшие. Я честно имя когда прочитала, я гуглила, посмотрела песни, поняла. Я просто имя только у меняет голове. Ну там песен, вот сейчас вот каждую включи. Ну да, а я, вы все их знаете. Это его, да-да-да-да. Зачем сейчас нас забанят в ютубе? Хватит петь, вы поете великолепно. Ребят, сейчас будет самая сложная часть, это процедура грима. Сколько будет наклеено на вас усов и бород? Вообще вот. Это бы ты что, в белый оделся и вернулся. Я надеюсь, ему линдзи сделать голубые. Я надеюсь, с ним что-то точно сделают голубые. А мы заберем. Просим. Я не знаю, почему. Это хорошо, Дим. Я жду тебя в гримёрке, Дим. Я не могу. Запрещено, отправишь. Я туда не спущусь до июля. Это статья. Короче, давайте аплодируем нашим участникам. Участникам мы проводим. Андрей Дорковский. Профессий, но, да, ну, прекрасный, все-таки, но, все. Да? Огни такой он будет человеком. Ну, все. Константин Циолковский. Блин, Влад, мне это шикарно. Вообще, обрати внимание, как он актерски устал идти, даже возраст показал. Встать. Вообще классный. Джудесен. О, штаны, нет. Панкратов черный, чисто, знаешь, да? Ну, да. Из всех, кстати. По-моему, это больше Якин. Якин. Помните? Он, пом, Панкратов черный. Я нет. Нет. По-моему, он больше Панкратов черный. Вообще, Панкратов афроамериканский, правильно? Классно. Красиво. Спасибо большое. У нас огромное количество раундов заготовлено. И я предлагаю, не откладывая дел в долгий ящик, сразу вот сейчас начать ключевой, по сути, раунд вот нашей викторины. Раунд называется «Я себя знаю». Под ваши аплодисменты. Поехали. В этом раунде участники отвечают на вопросы о своих персонажах. Давай про Целков. Константин Эдуардович, вы предлагали поселить гениев отдельно от остальных людей. Для чего? А чтобы вот они с простолюдинами не размножались и через три поколения все умерли и легендами были. Это правильный ответ. Чего? Да. Чтобы они размножались только между собой. Только между собой. Представляешь, насколько вообще, конечно, ужасно. Давай Андрея Тарковского проверим сейчас. Работаем. Андрей, с помощью чего был создан разумный океан из фильма «Солярис»? С помощью зонта. Главнее всего. Только из-за того, что он певец. Один балл. Я не смотрела эти видео вообще? Да, конечно. Не, не смотрела. Конечно. А что за разумный океан, расскажи мне, раз ты смотрел. Ну, это такой специальный термин для космического явления. А, окей. Космическое явление океан называлось? Давай так. Или ты не смотрел ни хера? Не смотрел пиздец, закапывай себя. Думай, так было. Э? Думай, так было. Первоначальный вариант я делал из лужи и бензина это все. Ну, а в какой емкости? Куда? В тазике я делал. Ну, мне? В тазике. Ну, да. Правильный ответ. Обычный таз. Обычный таз. Чтобы снять эту сущность. Джо. Добрый день. Бонджон. Ваша самая знаменитая песня «Le Champs Elysees». То есть Елисейские поля. А, вот. Угу. Вот о чем я пел. «Le Champs Elysees». Считаю неофициальный гимн Парижа есть. Однако изначальная версия песни была совсем про другой город. Про какой? Не про благовещенство, говорю сразу. Предатель. Елисейский. Блин, ну вряд ли там типа… Елисейский один балл, но нет. Самара? Да, слушай, это не Самара. Бордо. Бордо? Да. Агния? Ну, допустим. Один балл ей. У нас так с Бордоном пошел делать. Ай, вы знаете, Барак, Обама? Да, да. Я пишу текст этому человеку. Агния Бордо. Не Бордо. Хорошо, а может быть вообще не французский город. Это не французский город. Не много великих городов. Я могу сказать как… Ю-Йорк, например, его. Нет. Ю-Йорк. Багдад. Еще какой-то великий город. Нет. О, Ватерлоу. Роуд. Она вот такая была. Ватерлоу? Нарьян. Нет, ну этот… Назови столицу европейскую. Европейские столицы? Не отходим далеко от Европейской столицы. Сейчас забери, раунд европейской столицы. Поехали. Берлин, Вена, Брака. Нет. Кто угодно, говорите. Из-за капитала Грит Бритам. Амстердам. Лондон. Два балла у нас получается досент. Правильно, Лондон. Конечно, вообще. Целковский. Да. В конце 19 века вы предложили жителям Калуги ряд щитов площадью в одну квадратную версту, окрашенных яркой белой краской. Самодур вы такой. Для чего? Чтобы мы как бы сказали, с калужанами, инопланетяне мы сдаемся. Да. Но не знаешь, что ты хотел подать сигнал марсианам? Что? Опять правильно. Смотри, как в тебя удивительно попал персонаж. Такой же сумасшедший человек. Локально в Калуге как-то специально с инопланетянами связан. Ну, это знаменитое место связи с Марсом. Вы что, не знаете? Подождите, а как играть ли ответ на ТАСС? Сигнал напланетянам, а у меня просто Лондон. Как играть вообще? Вот так. Следующий ответ Зальцбург. Андрей Тарковский. Андрей Тарковский. Так точно. Для роли в фильме, в вашем фильме Андрей Рублев, актер Анатолий Солоницын, чтобы его голос был по-настоящему осипшим, сделал вот это. Душил. Удава? Извините. Оля, сегодня просто вот так раздает. Не, я его душил, я помню. Но это у нас можно после съемок было. Может быть, он его несколько дней заставлял читать Мандельштама, потому что он осип. Это продолжалось четыре месяца. То, что сделал актер, продолжалось четыре месяца. От обратного идем. Вот вы на крики пытаетесь перейти. Может быть, он четыре месяца изображал осипший голос и просто привык со временем? Шопотом разговаривал. Шопотом разговаривал. Заставлял его курить. Нет. Он четыре месяца. На ребенка кричать. На ребенка кричать? Да. Четыре месяца. Вреди на свою дочь. На любого ребенка. Я мог так сорваться. Ты даже в кадре. Нет, один балл, но нет. От обратного, вот наоборот, не крики. Он молчал четыре месяца. Каждый день. Да, Боря первый сказал. Четыре месяца человек молчал, чтобы потом начать говорить, связки бы у него... Были слабые, да, неразработанные. Короче, это прямо на сипшим стал человеком. Надеюсь, какое-то время. Он сам опровернул. Джо Досен, вопрос у тебя. В самом начале вашей музыкальной карьеры художественный директор Жак Пле дал вам важный совет. Какой? Он ему сказал, если хочешь вот такой сладкий, приятный голос, где-то примерно месяца два молчи, потому что четыре это много. Один балл. Нет. Это касается... Хорошо, не музыки. Отношений. Мне кажется, он ему посоветовал или очень сильно воздерживаться, или очень много трахаться. Если я, например, не трахаюсь, у меня все хорошо. Ну, как сказать. Есть сомнения, есть сомнения. Может, он это посоветовал и ему, правильно. Но мы не сомневались, во-первых. Что у меня все хорошо, спасибо. Это есть у Оли, но этого нет у меня. Харизма. Минус балл, говно еду. Оль, повлияй, пожалуйста. Смотрите. Посоветовал, волосы отражаешься? Да, совершенно верно. Отразить волосы, и так ты сразу будешь сидеть в модном, молодежном, два балла. Да. Совершенно верно. Дальше перейдем к самому дорогому, что есть на этой сцене. Ну, все-таки, да. Экрану. Потому что раунд называется детские фоточки. Каждому из вас, сейчас мы покажем несколько фотографий, вам нужно будет догадаться, где же ваша детская фотка. Также, в таком же порядке, начнем с Циолковского. Третий в сволочах снимался, точно видел. Опа! На второй Есенин. Циолковский. Короче, мой ответ, это на самом деле фото один, потому что там просто космос. Здесь, помимо того, что, естественно, это два тоже знаменитых человека, вы можете попробовать остальных угадать. Этот Маяковский. No. Ты где? А это Догилева. Один балл. А ты где сам? На первый? Да. Там, где крестница? Вот в этом же. Абсолютно верно, два балла. Молодец, молодец, молодец. На второй фото, Владимир Ильич Ленин. А на третье, Диана Ахматова. Тарковский. Посмотри внимательно, Андрей. Где твоя? В середине это Андрей Григорьев Аполлонов, посмотрите. Первая, это, по-моему, мэр... Зоя Яровицына, да. Ужас. Слушайте, ну я второй, это точно. Допустим, а остальные кто? Можешь предположить? Первая из пацанок. Догилева? Точно. Один балл за пацанок. Железка. Пожалуйста, первый это мужчина, ну прекратите. Серьезно? Да. На первый фотографий Василий Шукшин. Василий Шакулин правильно говорит. На третью фотографию Никита Михалков. Михалков. А по середине ты все правильно, балл за правильный ответ. Молодец, молодец. Хорошенький мальчик. Ну вот, чтобы в детстве сексуальный обарушник был, я вам скажу, конечно. Довольно-таки. Не надо, как бы, вероятеля подмазываться, уже поздно. Так, давайте, у нас остался Джо Десен. Блин, слева какое-то знакомое лицо, и это не его лицо. И Зивер третье. Это первый Юра Хой. Да, Юра Хой, Зивер, Джо Десен. Мы все правильно, вот так. Блин, тут третий прикольно было бы. Вообще кайф, знаешь, когда знаешь ответы. Смотреть за вами с дурочками. Второй, третий. Ну не первый точно, прям точно не первый. Я не верю. Все три Джо Десен, это разные года. Все три Джо Десены? Да. Нет, я так не знаю. Давай, ну выбери хотя бы себя. Короче, третий, все. Третий крайний. Это Александр Розенбаум. Чего? Кроссори Киндива, красавец какой. Какая тюся, какой хайдер. Первый все-таки. Посередине Элвис Пресли, а у тебя первая фотография, да. Так что здесь без баллов, но можно поаплодировать участникам. Ну, тут сложно, правда. Да, да. Сегодня у нас депетирует раунд. Называется он «Твоя распродажа». Распродажа. Ой. Вот и джингл этого раунда тоже подъехал случайным образом. Случайная реклама произошла. Да, мы тебе ничего не заплатим. Итак, вы очень известной персоной. Естественно, за вашими вещами охотились различные коллекционеры. Сейчас у каждого из вас будет отдельный вопрос. На экране появится что-то, нужно сказать, что это такое. И за какую цену это однажды ушло с молотка. Самый умненький из нас, который случайно умненьким стал, потому что три раза попал пальцем в небо, а мы спрашивали, где небо, а он попал. Зато какие серьезные щи у него при этом, посмотри на него. Очень серьезный человек. Константин Залковский. Смотрите, что это и сколько стоит? Я думаю, это вот эта штучка, вот эта жена в дикси дает, говорит, вот это все купи. Там первое слово человечество. Это список продуктов, штучка. Да, а жена врач. Там первое слово человечество. А второе? Нет. А ты не хочешь пытаться прочитать, что написано, не думал об этом? Я думаю так, это послание. Так. Федеральному собранию, давай, договаривай. Я понял, это же первая цитата в ВК пацанская. Так. Очень длинная. Вот это с золотыми пистолетами. Человечество, а что там дальше? Безумно можно быть первым. Так, нет, смотрите, это нам даже не нужно... Это понятно, что это письмо. Детально тебе нам не нужен, да. 60 тысяч рублей. 60 тысяч рублей. А, да, давай цену, хорошо. 60 тысяч рублей. 60 тысяч рублей, какое-то письмо. Слушай, ну почти, еще нолик один. Да, да, 600 тысяч рублей. Абсолютно правильный ответ. Действительно, 600 тысяч рублей. Как кровно. Оттуда это? Сонзерис выставил это. А это именно переписка великого ученого Константина Циолковского и советского писателя Александра Беляева. Стоимость лота 600 тысяч рублей. Два балла, я считаю. Да. Прикольно. Так, Тарковский, расскажи, пожалуйста, Андрей, что это за женщина? Какая у вас есть связь? Так, ну писать она не умела. Да, на самом деле написано ее имя, чтобы ты понимал. Кристалл. Да, кстати, если присмотреться, это имя. И писать она прям умела и умела, хорошо. А когда портрет, и ты на портрете пишешь свое имя, это что значит? Вот Дима Павлов, фотография он пишет. Дима Павлов, это что? Автограф. Автограф. Ну конечно. Очень похоже написано на Кристина Агилера, но не она. Это она. Кристина Агилера. До операции. Как она? Это Астрид Лингрен, это ее автограф. Значит, адресован он твоему отцу, этот автограф. Скажи сумму, за сколько? Да хотя бы давай сумму. За сколько был продан этот автограф? За восемь банок варенья. Астрид Лингрен, молодец, один раз. В рублях сейчас? В рублях. В рублях можно, да. Семь часов. Ну хоть вот эту куртку я с нее купил. Кожаная куртка хорошая, мужская, вот сейчас только, наверное, стоит. Ты сейчас так и закричала, как будто прям на рынке. Сорок тысяч. Подходим. Кожаная куртка, мужская, Турция, мужчина. Сорок тысяч она стоила. Ну почти пятьдесят тысяч рублей. Да, уж два мало, а у нас такой раунд. У нас разлобой не знаете. Так, можно следующее? Да, что это такое? Это я. И сколько это стоит на Авито? Давай так вот прям. Конкретно вопрос. Подождите. Почему у них нормальные лоты, а я на Авито? Да. Я помню, я каждый диск лично записываю. Я не копирую, я все три миллиона, тираж, я все сам пропел. Что? Идиот. Сколько она стоит на Авито? Просто диск Джо Досан, он без твоей подписи. Можно купить на Авито, реально. Бей, просто обычный полсинка. Сто семьдесят четыре рубля, блин, ну я не знаю. Ну да, тоже, мне кажется, два балла, да. От двухсот до трехсот рублей и только Местин. Совершенно верно. Три добрей. Да, молодец, да. Слушай, а есть их номер? Надо по видеосвязи, чтобы я им сейчас позвонил, говорю, Джодас Эн, интересует меня. Возьми от нашего участника. Нет, пожалуйста, звоните, а вы что мне так дешево пластин не продаете? Да, да, по два балла каждый получил, прекрасно. Следующий раунд называется «Это твое хобби». Вы же увлекались не только непосредственно тем, чему посвятили жизнь, но что-то еще, в конце концов. А мы вам предложим варианты различных хобби, где-то ваши, где-то лишние. Вам нужно угадать, где вот ваше увлечение. Значит, фокусы, рисование, лассо и коллекционирование печатных машинок. Мне пошло бы лассо. За арканец женщин, ну я же был бабник, как мы знаем. То есть, типа, у тебя было много секса из-за того, что ты его так вот прям с лассо вот это делал? Ну, а если она при смерти, у нее нет выбора. А как еще тогда женщины, кальянов и суши не было? Все, как еще впечатлить? Лассо. Пошли домой, лассо покажу. Я думаю, у Циолковского были фокусы. Потому что, как любой ученый, иногда как бы брал деньги и не всегда были изобретения. Надо было просто вот, на полетит. Я всегда буду изобретения. Там либо открытие, либо фокус. Блин, но рисование мне тоже пошло. Вот там платки, ну посмотрите, это какой-то... Давай, надо выбор сделать. Можно и фокусы тоже выбрать. Вдруг это не у Циолковского твое. Не-не-не, фокусы это не мое, мне кажется. Твое бабы, да, как ты говоришь? Поэтому ты их рисовывал. Слушай, давай, мое бабы будет хотя бы здесь. В этой игре хотя бы. Я пошла, пожалуйста. Дай мне отчал. Пошел кайфую до того, что он наконец-то бабник. Да, наш Борька бабник. Он, причем, настолько жился роль, что она прямо на сцене у него сейчас есть хламидия. Сухо-саматик. Один пал за хламидий. Вот так дают. Один пал за хламидий. Это лучшая награда вообще. Венерический центр на Соболева 3. Так, Джон, давай. Блин, надо выбрать, короче, лассо или живопись, да? Блин, я сказал вначале лассо, пусть лассо. Лассо, фокусы. Андрей? Да, печатная машинка пусть будет. Печатная машинка. Все, услышано. Вот как раз печатной машинкой мы вас сбивали. Их коллекционирует актер Том Хэнкс. Лассо, это Джо Досен, естественно. Но увлекался в детстве, в детстве. Да, фокусный. Нарковский рисовал. Ну, конечно. Очень белорусный. Уходил с себя, медитировал. Ну, что же начинал? Аргументация по поводу фокусов, конечно, была не такое. Это тоже в детском увлечении от Солковского. Это правильно ответственность. И здесь, и здесь два балла. Поздравляю вас. Развеселое название следующего раунда. Ребята. Начинается с эх, да, такое что-то. Ну, да, можно добавить. Раунда называется «Могильничек». У вас просто у всех, это удивительное совпадение, есть интереснейшие факты о ваших могилах. На экране сейчас будут факты. Вы должны выбрать, что связано конкретно с вашей могилой. Ну, и, конечно же, опять есть что-то, чем мы вас путаем. Итак, сегодня нельзя посетить могилу кого-то из вас. Могила без надгробия. Похоронен в могиле чужого человека. Похоронен в любимом парке. Сокольники. Не в любимой парке, а в любимом. Да, не пуртка имеется в виду, все верно. Подумайте. А вы как думаете? Мы думаем так, как у нас написано, так и есть. Я не знаю один факт точно, потому что я была в том году в этой стране и в городе, где человек похоронен. А ты была на его могиле? До этого я... Или нельзя ее посетить? А я тебе скажу так, мы в любом случае не успевали. У кого есть вариант? А я точно заканчивал свою жизнь, живя, если не ошибаюсь, в потрясающей стране Франция, не знаю, в каком городе. Твою могилу можно посетить? Мне кажется, можно. Потому что без надгробия. Это метод исключения в действии, пожалуйста. Это мог быть похоронен? Я точно не похоронен в любимом парке. Точно не в любимом парке? Ну потому что у меня пивнуха была, я любил там покурить, сходить, что-то. А может быть так получилось, что ты похоронен в могиле чужого другого человека? У меня могила без надгробия. Могила без надгробия, хорошо. Ну хотя у мужчины в кожаном может быть любимый парк, по идее, да, мы понимаем? Так, Константин, а что хикаем? Блин, честно, мне кажется, у меня здесь самый скучный факт. Мне кажется, я просто похоронен в любимом парке. Ну, я выгляжу как человек, который любил прогулы. Романтичная такая пися, да? Который вот он идет, и там и умер. На скамейке, скорее всего, такие. А что далеко? Сервашка была белая, это на самом деле просто осенью происходило. Константин, вы-то чего? Да что, я вот, честно говоря, думаю, что в могиле чужого человека похоронен. Подожди, подсказка, подсказка. А. Парк, парк называется вашей фамилией. Так и называется. О, он такой, как прикольно. У меня фамилия такая же, здесь похоронен. А, или после, видимо, да, смерти? Да, было бы глупо. Так, ну, видимо, это не я, потому что иначе не намекали. Так, значит, у меня не парк. Время вышло, давайте, Андрей. Без надгробия. Без надгробия. Да я подсказываю весь раз, что это... Нельзя посетить мою могилу, я же кричал. Нельзя посетить мою могилу, хорошо, хорошо, хорошо. Константин Андарзыч. Да, я думаю, что похоронен в могиле чужого человека. Чужого человека. И Джо? Блин, ну так намекают, что парк немой. Я прям буду тупой, если на парке остановлюсь, видимо. Ну пусть могила без надгробия, ладно. Да, хорошо. Я отвечу песней. Давай. Все мимо. Я никогда еще так сильно не любила. Но факты на самом деле интересные. Джо Досен, он похоронен со своими близкими на еврейском кладбище в Голливуде, но посетить его могилу невозможно. Он при жизни рвал сердце среди кипящих страстей и хотел, чтобы хотя бы после смерти его никто не тревожил. Это было пожелание, которое исполнено после смерти, прикиньте. А могила без надгробия, это вообще про Наполеона. В доме инвалидов, да. Стоит его надгробие, оно выглядит вообще очень маленький такой, как будто гробик на ножках. То есть нет надгробия, ничего нет, просто Наполеон лежит там. И правильно Андрей Тарковский говорил, что жизнью заканчивал во Франции, если быть точным, в Париже. Но на момент смерти там не было свободных мест на парижском кладбище, и тебя, получается, похоронили в чужой магистре. Копейку дать не могли за меня. Не могли, получается. Ну и, соответственно, Циолковский похоронен в парке Циолковского. Он там гулял-гулял, после смерти парк получил имя в части Циолковского. Давайте поаплодируем в нулям в этом раунде. В следующем раунде участникам нужно угадать слово, пропущенное в их цитате. Итак, мне всегда стыдно, как мало я еще сделал для... Моей красотки. Один балл, но нет. Для космонавтики, для Калуги, может быть. Это более глобальная... Более глобальная, чем Калуга. Для Рязани. Да, совершенно верно. Для своей родины. Два балл. Циолковский. Молодец. Так, цитату Андрея Тарковского. Андрей Тарковский. Если убрать из человеческих занятий все относящиеся к извлечению прибыли, останется лишь... Сон. Один балл, но нет. Лиджок они платят. Останется лишь Доминик Джокер. Один балл для Джокера. Любовь, может быть. Любовь. Нет, нет. Смотрите. Останется лишь творчество. Вот. Искусство. Да, совершенно верно. Два балла, это искусство. Истинное искусство. Это я подпил. Да. Это я подпил. А с другой стороны, как еще человек может сказать, когда, как мы уже несколько раз сегодня упомянули, все его фильмы провалились в прокате? Да, ну понятно. Это же где-то не для денег. Денежки это не мое. Джон Сен. Джо. Детка. Вот такой, знаете, я думаю, вот так вот перед этим. Да, детка, мне так одиноко. Тебе я бы... Вот только денег нет. Так, давайте первый слой не будем снимать. Нет, мы будем. Скажи слово вдул. Тебе бы, вот я думаю, что это уж действительно, он же умел ухаживать, тебе бы я купил Дайсон. Да. Ну нет. Тебе бы я бы дал денег. Но денег нет. Один балл. Да нет. Блин, я знаю. Одиноко. Да, вот детка. Ну когда вот вы с девушкой в разных местах находитесь. Тебе я бы позвонил по WhatsApp. Ну позвонил бы. Да, все правильно. Я тебе позвонил. Но денег нет. Два балла. Отлично. Поаплодируем нашу дота-сену. Молодцы. Что-то. Что-то, что-то гриба. Только новое рождение блюда. А как ударение? Гриба. Только новое рождение блюда. Может быть. Жаренье гриба. Гриба, наверное, смерть. Да какого-то гриба. Мне кажется, гриба. Какого-то гриба. Мне кажется, гриба. Мне тоже говорят, гриба. А может быть, по гриба только новое рождение блюда. Может быть. Это про закрутки, цитата. Может быть. Может быть. Я все придумал. Смерть гриба. Абсолютно правильный ответ. Это очень хорошо. Такие вот есть цитаты. Дальше. Тарковский, Андрей. Тарковский. Человек должен уметь жить. Хостелю. Да, сто процентов. Один балл. Который в Москву переезжает, это надо уметь. Кайф. Макс Коршетт. Да. В одиночестве. Вот близко. В Самаре. Тоже туда же. Близко. В хуе. Ну вот это, значит, романтичная вот эта вот страдающая натура. Человек должен жить в бедности. В тоске, в депрессии. Вот, вот еще, еще. В грусти, в печали. Какое, знаешь, более, там еще темно как будто кажется. В понедельник. Вот там темно. Один за понедельник. И ничего нет. Что там? В пустоте. В пустоте. Абсолютно верно. Оль, ну у тебя такие шикарные подсказки сегодня. Да? Типа 60 тысяч рублей, добавь 0, 600 тысяч рублей. Правильно? А, Сама, ты еще. Как классно, он так все знает. Лавала. А еще у нас осталась одна цитата этого раунда. Джо Досен. Джо Досен. А, это прям с ручки песни мы, да, взяли? Я купил себе в подарок, которая тебе не понравилась бы. Хорошо, давайте, первый слой. С днем рождения. Я купил себе в подарок шлюху, которая тебе не понравилась бы. Это сняли. Один балл. Мне нужен был один балл. Так, теперь. Я купил бы себе в подарок аж кюдишку, которая тебе не понравилась бы. Ты со льдом не любишь. Да. Один балл. Так. Я купил себе в подарок. Бабочку, бабочку. Бабочку ты. Вот, близко к одежде, еще. Близко к одежде. Это одежда. Так, да, да, давайте. Это верхняя одежда, быстро. бабочка сорочка я правильно не ругайтесь ольга аплодисмент нашим участникам закон собирал не последний но ключевой раунд нашего исторического квестендапа называется что было раньше это рубрика где звездный классный гость приходит и рассказывает какие-то интересные истории из жизни наших персонажей но не до конца концовку чем закончится история должны наши герои угадать или смешно угадать или угадать правду уж как повезет признаюсь честно сколько-то лет назад когда вышел первый выпуск исторического крис стендапа подумал что когда-нибудь когда-нибудь мы здесь не встретимся вот эти вот серые глазки эти голубые глаз сокол ясно что уж там я ждал этой встречи со времен фильма брат 2 ирина солтыкова вам привет от моей мамы сразу передам всей семьей слушаем раньше от детей передавали теперь от маму хорошо да от сына привет тогда лапчу быть вывози меня нет я фанатка вообще ой да и два была просто влюблена есть просто узнаете вот есть вы есть тиндере обалдели очень я его прошла уже давайте константин циолковского да да давайте это достойный персонаж первую историю про циолковского константин эдуардович циолковский был самородком самоучкой это да до всего часто он доходил сам тоже верно своим умом не чужих однажды этот гений разработал кинетическую теорию газов эта теория про неравновесные процессы в разных газах настоящий прорыв науки циолковский был в восторге от своего открытия собрал большое научное сообщество чтобы презентовать свое достижение помню вот как вы думаете что было дальше так никто не пришел же у меня нет не хватало времени дружить с людьми я просто газа его уважали пришли все пришли все пришли и к наебе смотри здесь смотрите очень важный очень важный момент там мощнейшая подсказка заложена в самой этой истории слушал внимательно вот сейчас просто вот это не слушал как ты просто разная масса газа да что это просто когда-то революционное великое открытие и вот он собирает все научное сообщество и соответственно такой смотрите а рассказ а газы испарились просто они улетели он не предусмотрел что газы летучие он так долго их изучал но не предусмотрел их как сказать я вот за эту тупо это джо дасен я вам за эту глупость один балл дам пускай живите с этим теперь смотрите здесь подсказка заключается в словосочетании легендарное открытие великая память возможно все на это снова легендарно он открыл клуб дягилев именно тогда первым ходить и этот именно прорыв с научной точки зрения думал он он так думала оказалось это уже изобрели 25 лет назад совершенно правильный ответ 2 балла за зацент далее у нас история про молодец андрей тарковского старайтесь андрей тарковский был крайне дотошным все это знают иногда это выходило за рамки адекватности и тогда что поделаешь доставали добавляет съемочной команде однажды на съемках кинофильма stalker сейчас ему кое-что не понравилось и чтобы исправить это он выдал всем пинцеты для чего что было дальше что не понравилось что не понравилось тарковскому дотошность очень важно очень рада тоже волосы это вот квинтэссенция слова до тоже не на 1 пинцет уже понятно что это волоски конечно нет нет никакие во что-то маленькая но может с помощью пинцетов солнца светила и маленьких солнечных зайчиков он делал это да то что это один балл это ужасно да ну нет есть подсказка небольшая большая давай давай в армии в армии тогда провинились да там типа новобранцы им давали зеленую краску и заставляли красить траву он выщипывал траву пинцетом не он заставил всех реквизиторов тарковскому показалось что что-то как-то слишком зелено я думаю что какие торчащие длинные слишком вот есть какая-то балла целью правильно разыграли про него история я не буду вас перебивать ирина в отличие от этих дадим 1975 году джо и его первая жена морис гуляли по набережной их брак уже трещал по швам поскольку у джо появилась молодая как обычно красивая любовница собачка до марис прибывает этого не в самом лучшем настроении предсказала что через пять лет до сын умрет и предсказание полностью сбылось как появилось это предсказание я думал что было дальше я умер я предсказание сбылось все это факт она как она непосредственно появилась она взяла последний раз его руку в свою руку и такая здесь пять пальцев как лет тупо так просто сколько любовницы лет так уж ну больше 5 до 1 просто сколько любовницы лет он такой 23 антка 2 плюс 3 5 через пять сдохнешь мне очень нравится что ты прям нумерологию любила что ты математик хорошую версию один балл спасибо может какие-то еще присутствовали какие-то предметы какие-то карты не один предмет из конкретно предмет но не ножницы и не бумага и не пинцет ну что что-то не ножницы не бумага господи это типа камень так что с камнем можно сделать чтобы цифры какие-то она что ли пустила его вот так и она говорит сколько блинчиков сейчас камнем делаю я пускал я сразу на месте умер да у нее еще хотя бы пять получилось не ходите на набережные с девушками где вода почти давай нормальный женский вот этот свой я так понимаю уже что не заводите любовь не заводите любовниц иначе проклятие давайте воле за это поаплодируем она все это топит с семейной ценностью у нас однозначно да ирина спасибо вам огромное за участие друзья самый 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 решающий раунд ну так или иначе из него можно получить баллы и немало раунд который называется что у вас общего дело в том что мы вас здесь по какой-то причине все-таки собрали объединили что-то вас вот-вот держит вместе предположите весело молодцы правильно вообще круто а я напоминаю что мы сегодня кого-то из вас отправим в музей кочевой культуры а я за мои подсказки иду с вами думать я просто так-то делаю сюда все правильно а ну и не пишите конечно там типа были у всех были руки у всех были голоса мы все мы все мы все пережили больше трех июний мы все верили мы все верили в не знаю крышно крышно как раз цвета нет слушая целковский в итоге был самодур или действительно гений но это точно самодур у нас вот вроде как человека подавал знаки инопланетянам думаешь ну дурак дурак а другой стороны так они может правда есть может они видели может мы же не знаем что за знаки были пролетите мимо там был написано ребят время вышло константин эдуардович целковский был дважды поэтому собственно с вас и начнем и так что вас объединяет ребят и так моя версия француз космос француз космос белый и пчела правильно да улья я у нас еще маленькая тумба я вать отошел француз он жил во франции чуть немножко и он да вообще француз а я как вы говорите был самодур я в конце зашел сумма и ходил окол станции метро другом бомбом 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 да вторая версия космос фильмы про космос снимал я туда пытался улететь ну а этот как принял говорю девчонки в постели был просто космос нормально забавно один балл поаплодируем целковскому отлично это супер молодец у меня первое тоже написано космос и и в скобках все написано может быть когда же конкретнее звезды про каждого расскажи тогда слушайте я думаю что у джо досена или про космос или про звезды могла быть какая-нибудь песня например как у франка сенатора есть fly me to the moon вот я предполагаю что я просто не силен в собственной дискографии потому что я умер у меня деменция после смерти вот на авито диски недорого стоят да поэтому надо вот послушать но я думаю какая-то песня очень известная есть я просто не могу ольс ведущий деменция павлов я тебе ни хера больше баллов не дам отвали я еще подозреваю что смогли быть еврейские корни про мои вы упоминали он вообще похож кстати на такого на пожилого еврея ну согласитесь что-то вот торковский не знаю вообще у всех людей изначально есть еврейские корни вот именно из-за этого ты сейчас не получаешь балл за эту версию что у всех людей изначально есть нос охоте там шелестеть сделаем паузу целковский что-то делаешь я самолетик самолетик я покажу в конце первый справился в ли давай финальный участник андрей торковский я был очень собраны все это время потому что еще ждал звонка я на авито него выложил то что я выгляжу как будто это вот сделал и пришел сюда я сразу записал космос тоже потому что ну как бы понятно что это на как и как до цента мне кажется у него я не так сильно знаком с творчеством но у него возможно есть какая-то известная песня space там что-нибудь у меня он родил он родился вероятно может быть да ну в общем есть ощущение любовь я написал любовь потому что я про нее возможно снимал он про нее пел джо да сэн а этот любил просто жизнь парки 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 любил гулять ну в целом показалось до 3 написал любовь к лёше я в этом не сомневаюсь клёш у вас у всех клёш я уверен что эти люди обожали а ну тут салковский дальмешков выпадает он за узел и то что они все были инфлюенсерами блогерами ну соответственно в каждое из времен сделал новое изобретение на котором мы все если сделать в масштабирование все здесь сможем полететь в музей кочевников вот примерно вот так нормально красиво красиво оль можно я снимать баллы начну нет пока нет тогда ты просто там очень странно вот мы сказали да праздник будет праздник мы снимаем естественно докопались до дня космонавтики вот честно говоря ну целковский ну ладно понятно дальше типа были вопросе это правильный ответ на вас поздравляем днем космонавтики на 100 сталкер здесь вообще отдельная история поэтому все кто писали космос я спрашивал по поводу от джода цента как вы не упоминали это конечно секрет давал концерт в день открытия гостиницы космос москве это же все знаю но и так или иначе каждый из вас получать по два дополнительных баллов балл посчитаны есть некий перевес я уж не знаю как мы забираемся чем мы а мы два здесь перевес один у нас сертификат музей кочевой культуры посещай на здоровье наш дорогой джона это прям молодец да круто вам спасибо огромное ждем ваших комментариев и скоро увидимся на историческом далее пока-пока